здравствуйте сегодня решим задачу на закон объемных отношений задача 49 объем паров воды образовавшийся при взаимодействии 3 литров водорода и 2 литров кислорода равен это неизвестно нужно записать число с точностью до целых возьмите чистый лист бумаги значит и пишем ручкой пишем решение первое что мы должны записать решение дальше ну напишем уравнение уравнение реакции реакции что мы имеем ввиду значить есть два водорода плюс кислород и получается две молекулы воды такой вот вид имеет уравнение реакции я проиндексирую вот значит вот это вот уравнение реакции то есть из двух это из двух молекул водорода еду и одной молекулы кислорода получается две молекулы воды реакция протекает вещества берутся газообразные и получается газообразная вода нужно определить какое из исходных веществ дано в недостатке так как и водород и кислород является газами то для них применим закон объемных отношений вы можете это запомнить что я сказал или давайте запишем давайте запишем определяем наши первое что мы делаем это определяем определяем я и какое какое из из ис 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 исходный из какое ой какое из исходных вещество дано в избытке дано избытки дано избытки дано избытки ой и или избытки и в недостатке ну скорее всего нам нас и будут интересовать ребята какое какое вещество из исходных дано в недостатке так как и водород и кислород являются газами так как и водород и кислород кислород являются являются газами то для них для то для них применим закон объемных отношений то для них применим закон объемных отношений то для них применим закон объемных отношений то для них такое тут что-то намудрил этот word прыгает как вот все вот так вот записали да ребята если знаете получается какая интересная штука получается что газы 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 и водород и кислород они взяты они когда и реакция начинается она какая происходит каких-то определенных условиях правильно в школе это очень часто делает этот эксперимент когда смешивает водород и кислород и получается такой мощный хлопок образуется газ то для вначале такие вот условия бы там давление так далее вот обычный какой-то и в конце они должны быть одинаковы но фактически получаются разными поэтому реально конкретно если это рассчитывать то получается какая-то какие-то другие значения но мы будем исходить из того что условия одинаковы и начале реакции и в конце реакции то есть все вещества находятся газообразно пара образном состоянии при одинаковом давлении и при одинаково значит температуре вот такие вот условия можно понимать тогда а закон объемных отношений вот вот тут двоеточие надо поставить что ребята исходя из условия уравнение реакции мы видим что на два объема водорода приходится один объем это кислорода да значит тогда мы закон объемных отношений вот для вот этого для этой реакции будет иметь вот такой вот вид он гласит что объемы закон объемных отношений гласит что объемы исходных отношения объем исходных веществ равно отношению количеств этих же веществ то что вот записывается таким вот образом в h2 в h2 относится к это к в кислороду как количество как м водорода водорода относится количеству кислорода вот так вот это будет закон объемных отношений вот такую форму можно записать данным 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 газа то есть что получается смотрите но я давайте проиндексируя проиндексирую так вот у нас вот именно закон объемных отношений гласит что объемы газов относятся объемы газа отношения объемов газа исходных газа допустим относится как их количество их количество вот согласно уравнению реакции вот вот этому вот уравнению реакции согласно этому уравнению реакции у нас получается следующая закономерность давайте я запишем атаку согласно согласно у опять напередил согласно уравнению реакции получим вот так вот запишем получим что мы получим ребята мы получим вот это уравнение у нас получается как какие отношения этих газов мы получим следующее что вот это вот отношение вы сейчас пока ничего не пишите хорошо пока ничего не пишите я просто скопировал потом уже после запишите хорошо вот что мы получим смотрите по уравнению реакции вот получается отношение вот этих вот объемов да и количество то есть один моль по уравнению реакции на из двух молей и одного моля кислорода то есть реагирует два моля водорода и один моль кислорода или объемных отношений допустим берем 2 литра и 1 литр кислорода вот то есть вот вот уже закон объемных отношений для данной реакции можно написать в таком вот виде 2 то есть водород относится кислородов как 2 к 1 точно так же и по количеству и по объему понятно следовательно что мы это тут вот точку поставим так и мы напишем след следовательно так следовательно следователь следовательно для полного расходования для полного расходования обоих газа ну и кислорода и водорода на штате запишем обоих газа обоих газов объем кислорода объем кислорода должен быть должен быть в ну два два раза два раза меньше ну понятно что меньше чем водорода так и запишем чем водорода по условию задачи чем должен быть и меньше чем водорода по условию задачи по условию задачи у нас получается следующее по условию задачи да вот этот вот относится как вот по уравнению по уравнению реакции у нас вот это вот условия до 2 к 1 а по условию задачи нас какой 3 3 2 да 3 2 так вот исходя из этого исходя из этого исходя из этого мы делаем заключение что какое вещество взято в недостатки если здесь кислорода должно быть два значи водорода должно быть два раза больше до 4 а у нас 3 значит водород то есть так и запишем следовательно следователь следовательно водород водород взят 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 в недостатки или там недостатки до до недостатки вот по нему именно поэтому вот это по по нему по нему ведем идем расчет идем дальнейший расчет вот мы и проделаем расчет значит у нас будет уже 2 до 2 находим объем паров воды никакой . ничего ставите на рост то есть нас по условию задачи смотришь зависит объем пара воды образовавшийся при взаимодействии трех литров водорода и двух трех литров кислорода равен вот нам нужно вот это число мы правильно вот мы и находим этот вот объем паров воды и опять же мы используем закон то есть вновь используем закон это можно опять записать можно ну вообще-то как-то рекомендуется вот именно вновь но используем закон какой мы закон используется правильно закон объемных отношений закон об объемных объемных так ну для данного случая у нас он будет иметь вот такой вот вид какой вид был данном случае вот это в в водорода да мы берем водород же кислород уже мы не берем в значит водород относится как в водород уже пары воды мы берем как как ну у нас получается значите вот этот как и как н до как н водорода относится к н воды аж 2 вот такое у нас получилось ну давайте я просто здесь проиндексируя вы пока посмотрите подумайте вот такая вот запись у нас получается так смотрим что нам известно нам известно следующее носите по по условию реакции по условию реакции по условию реакции давайте это что же нам тут известно да нам известно по условию реакции водорода сколько взята смотрим три три литра так значит мы пишем три литра три литра три литра относится к в я буду копировать чтобы это вот такая вот запись так как количество папам это по уравнению реакции отберем количество водорода сколько здесь по уравнению реакции смотрим два моля да а здесь сколько моли тоже два значит записываем вот это количество как 20 20 так относится 2 0 . запятой это у нас что получается вот это вот неизвестное да вот мы его находим будет равно чем нужно 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 значить 3 литра умножить на 2 мульда и разделить то есть что у нас получается 3 3 литра 3 литра и делим на 2 мульда что у нас получается ребят у нас получается 3 3 литра ответ ответ vh2o равно 3 литра но я то скопирую как бы сачку я вы сами потом нарисуете изобразите вот такой ответ получается вот это есть правильное решение дело в том что вместо вот этих вот 3 литров и 2 0 можно могло быть например здесь 4 тут 1 или 5 и 2 понимаете какие-то другие не водород и кислорода например азот и кислород то есть вот эти вот реакция реакция на законы объемных отношений решается вот таким вот образом так давайте я сейчас сам тут структурирую немножко и опять пройдемся пробежимся по ходу решений нам надо главное нам надо главное нам надо понять ход решений правильно решение решение состоит из двух действий двух действий так давайте я сейчас от кеглю чтобы вам было видно полностью полностью решение этой задачи так вот понятно да значит первое что мы делаем ну вот если мы вот тут значит здесь надо поставить 3 литра объем пара воды образовавшийся при взаимодействии 3 литров водорода и 2 литров кислорода равен 3 литра то есть реально если бы если мы возьмем посчитаем по кислороду как бы да то реально мы получим что кислорода это должно быть полтора литра уйти но у нас по уровню это по условию 2 литра значит водород водород взят недостатки значит так вот внимательно читаем задачи эти задачи ребята используются в егэ по химии точно такие задачи используются в егэ по химии поэтому это очень важно для вас заполнить решение то есть я так предлагаю такое вот решение вы там уже как как вам учитель конкретный говорит как там требует каждый год там они все время они очень любят меня каждый год заставляю всех учителей переписывать все планы это не так нравится они страдают таким каким-то дресс социальным дресс социальным ну будем так говорить дарвинизмом каким-то чтобы поиздеваться над людьми так решение значит первое пишем уравнение реакции записали и вот по уравнению реакции мы уже определяем какое из исходных веществ дано в избытке или в недостатке лучше всего в недостатке просто может какое из исходных веществ дано вот давайте я это уберу то что вы записали это неважно вот так вот лучше недостатки так как и водород вот тут наверное запятая да и кислород является газами то для них применим закон объемных отношений газообразные вещества значит объемные отношения объем закон объемных отношений вот конкретно для водорода и кислорода будет иметь вот такой вот вид это объем отношения объема водорода и кислорода к их отношению их количество согласно уравнению реакции получаем что на что 2 и 1 понимаете то есть и 2 моля и 1 моль или если в газах значит в объеме значит 2 литра и 1 литр следовательно для полного расходования обоих газов объем кислорода должен быть ровно в два раза меньше чем водорода это чем водорода по условию задачи вот у нас получается здесь 3 и 2 значит он должен быть здесь должен быть водорода как бы 4 по ним то есть меньше полтора литра если мы 3 разделим на 2 а на самом деле у нас 2 литра значит надо нам произвести расчеты следовательно водород взят в недостатке по нему вот и ведем дальнейший расчет и второе действие находим объемы паров воды значит вновь используем закон объемных отношений записываем уже конкретно для водорода и для воды этот закон объемных отношений вот записали получилось у нас вот этого да и тут уже конкретно ставим что нам известно известно нам 3 литра да здесь известно значит это не известно воды и вот тут нам известно количество количество нам известно да это 2 мой и 2 по уравнению реакции смотрите 2 моли 2 моли вот мы записали ну а потом находим неизвестное это объем воды объем паров воды именно и вот и получается у нас что ответ 3 литра. Вот так вот решаются задачи на закон объемных отношений. Запомните, подобные задачи обязательно используются в ЕГЭТах, каких-то там конкретных, может быть использована. Ну, в общем, во всяком случае, раньше использовалась. Так, все. Задача решена. Так, задача решена. Значит, вот внимательно зафиксируйте и если кто-то что-то не записал, вот, пожалуйста, можете записать. У вас получится. Так, всего вам хорошего. Подписывайтесь на мой канал. Значит, лайкайте, комментируйте и так далее. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok